Давайте, давайте отсюда! Бля, вообще хочу подойти к их тренеру и, бля, просто телефон ему в***ть кинуть. Что? Говорит белка Алла. Пиздец, белка Алла. Привет, друзья, это Егоров. Очень коротко. Почитал я тут Эрика из Тудроц и выяснил, что оказывается у нас с этой командой конфликт, а именно у меня. Что я якобы натравливаю Тигу, чтобы он ругался, Тигу, я имею ввиду Георгия Тигиева, ругался в том числе с самим Эриком и Дмитрием Кузнецовым, что якобы мы сильно не любим Тудроц и самого Дмитрия Кузнецова, ну и якобы вообще у нас проблемы. Ну, нужно с этим разобраться и дать ответы на этот вопрос, а также разобрать две конфликтные ситуации с участием Тудроц. Прям очень коротко и понятно. Из-за тебя, поняла? Отсюда пошли. Давайте, давайте отсюда! Но прежде хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Бэтбум – это лучший букмекер по версии премии. Отпустил пару высказываний в адрес главного тренера Тудроц, Дмитрия Кузнецова, во время матча, по-моему, Тудроц и денег. Что нахуй послать? То есть, нет? Ну, я думаю, срыв. По старости. Срыв? Ну, срыв у меня может быть, но он же уже на опыте должен быть. Ну, естественно, Кузнецов ответил. Вот как это случилось на канале Вагобонда. Мик Тедович, добрый вечер. Добрый день, товарищи. Здравствуйте. Вчера видел в интернете Тигиев, там, Мелеста, отзывается сказать, что у вас с ним за конфликт. А кто это? Это игрок Брук Бойс. Да, я такого игрока даже не слышал, если честно. Но пусть купит конфетку и леденец называется, и пососет немножко. Спасибо за комментарии. Эрик же в своей телеге написал, что якобы мы специально натравливаем Тигу и на самого Эрика, и на Дмитрия Кузнецова. Ну, что тут сказать? Имя мне назовите. Белка Алла. Кто? Белка Алла. Везде сбил я. Во-первых, последнее, чем я лично буду заниматься, так это натравливать кого-то на кого-то. Во-вторых, я уверен, что Герргий Тигиев не тот человек, которого, словно я, могу на кого-то натравить. Мне кажется, он делает все по собственному желанию и точно уж не будет следовать у кого-то на поводу. Собственно, как думаешь? Старый? Да нет. Мочу девочку нахуй послать, то есть, ну, нет? Ну и третье, по Кузнецову. Мы с ним хорошие, даже очень хорошие именно футбольные товарищи. Я к нему отношусь с огромным уважением и с уважением отношусь даже к тем акциям, которые он устраивает на поле. Нет, конечно, мне они могут не нравиться, но природа этого поведения я прекрасно понимаю. Все, блядь! Я что, сам задание? Бля, братан! Начнем разбор с того, что Дмитрий Кузнецов толкнул девочку-журналистку на матче МФЛ. Вот так это происходило, напомню. Могу ответить так. Когда ты работаешь журналистом, то понятия «мальчик» и «девочка» не существует. Я сам работал и на Олимпиадах, и на Евре, и на Чемпионатах мира, где масса фотографов и операторов пытаются занять лучшую позицию. И там нет правых и неправых. Девочки точно так же матерят мальчик. Мужики с этими камерами точно так же отталкивают девочек. Это абсолютное равноправие за место под солнцем. Там нет и признаков джентльменства. То есть вообще в профессии журналиста признака джентльменства не существует. И все там абсолютно равны. То есть говорить, что толкнул Кузнецов именно девочку, которая что-то снимала, я считаю, что это в данном случае неправильно. Он толкнул именно журналиста. Назойливого журналиста. Я сейчас всех уберу на пальчик из-за тебя. Поняла? Второе. Происходящее на бровках в медийной футбольной лиге достигает просто какой-то критической мерзости. Потому что те люди, которые пришли со своими телефонами и лезут с этими телефонами в лицо, снимают из-под тяжка, а потом выставляют это в телеграммы или на другие средства получения информации, они не гнушаются ничем и специально вырезают те моменты, которые выставляют людей, которые, соответственно, стоят на бровке, абсолютными клоунами. Не было бы ты там проверяешь на желтую карточку, проверяешь такой же, и здесь ты не свистишь, бля. Это не пиар, это исключительная работа для того, чтобы получить сначала просмотры, потом для того, чтобы получить рекламу букмекер. При этом, если те же журналисты подходят с телефонами, берут большое интервью на 3-5 минут, они могут ничего не выставить из этих слов, если ты не сказал какой-то гадости. Я понимаю, что сейчас может быть очень интересный монолог со стороны Арчи. Естественно, я как СМИ достаю телефон, чтобы, ну, уже наготове, сейчас, может быть, что-то Арчи реально может интересно откинуть. Вы, кстати, тоже любите смотреть эти видео и не нужно говорить, зачем она там стоит, зачем она вообще-то нужна. Мы снимаем контент и делаем его для вас. То есть добро, какие-то комментарии о футболе абсолютно никого не интересуют. В чем, в принципе, признается та же девушка, которая вот тогда снимала Дмитрия Кузнецова. Только что, вот мы сейчас, ты сейчас говорил, типа, вот паблики снимают, и там кому нужна информация про медиафутбол заходят. Но сейчас человек говорит, я начала снимать конфликт, поняла, что там ничего интересного больше не будет, то есть драки не будет. Я начала убирать телефон. Это же не информация. Ну, это просто я хочу снять для своей телеги Махач и выложить его раньше всех. Что же получается? Конечно же, для публики это прикольно, потому что сняли из-под тяжка, выставили. Но есть одна проблема. Смотрите, как финансируется и существует любая лига. Ну, вот, допустим, NHL возьмем. Там есть собрание клубов, которые существуют внутри этой лиги, и свои деньги они получают именно от лиги. То есть, конечно же, от каких-то спонсоров, но в основном распределение доходов – это прерогатива лиги. То есть, лига дала команде, которая выиграла Кубок Стэнли одну сумму, которая была в середине таблицы другую сумму. Откуда берутся эти суммы? Ну, в первую очередь, за продажу телевизионных прав какой-то компании. Ну, естественно, каждому хочется показывать NHL. И поэтому какая-то корпорация глобальная платит миллиарды и миллиарды долларов. И эти миллиарды долларов потом распространяются между клубами. Что происходит в медийной футбольной лиге? Ну, во-первых, лига клубам. Деньги не платят. Это первое. Второе. Клубы живут за счет тех же Тудроц, и мы, и может быть кто-то еще. Тудроц в меньшей степени, кстати. За счет KPI. Что такое KPI? Ну, вот, допустим, было у тебя в месяц 3 миллиона просмотров, 1 миллион рублей ты получил. Причем именно просмотров, где снизу ты поставил ссылку. Ну, например, на Bad Boom. Так считается KPI. За эти средства существуют клубы, нанимают монтажеров, нанимают команды специальные там операторов или кого-то еще, нанимают тренеров, снимают, арендуют поля, делают контент и прочее, прочее, прочее. В том числе и дают деньги. Говорят, что сейчас медийный футбол существует бесплатно и нужно за идеи, но если он за идеи, то почему Салиму предлагают зарплату 150 тысяч, чтобы он перешел в Анкал? Так что давайте закончим с этой идейностью. Понятно. То есть тебе уже по 300 в последний раз предложили? Я не могу сказать. Понятно. Так вот, Лига клубам дает возможность снимать контент. Ну, эксклюзивный контент. Ну, в данный момент, если она не дает денег. Вы снимаете контент, отрабатываете свой KPI. Но в какой-то момент случилось так, что одного или двух журналистов, тот же Никлайсика в основном снимал вообще сначала для Броков, мы это выставляли на канале Броков. Случилось так, что 10 или 20 журналистов пришли на Бровку, где они ищут скандальные ситуации и снимают сливки. То есть они обладают той же эксклюзивностью прав, как команда, которая инвестирует в дело, миллионы рублей. А люди, которые бегают с камерами, в том числе провоцируют какими-то вопросами и ловят твои эмоции, которые ты можешь даже сказать какому-то своему чуваку или внутренней ситуации, Многие скажут, ну это же журналистика. Но стоит дать ответ, что нет, это не журналистика, это именно блогерство. Потому что у журналистики есть кодекс чести, у журналиста есть редактура, журналист в принципе подответственный человек. Здесь этой ответственности нет никакой. Здесь есть именно съем сливок и выставление главных героев, по большей части, в дурном свете. Команда теряет эксклюзивность. Тот же Кузнецов знает, что он не может дать какую-то подсказку или что-то сказать суде, потому что сзади него кто-то из-под стишка будет снимать. А в тот момент, когда он просит не снимать, это не работает. Естественно, в какой-то момент его это раздражает, и он отталкивает человека, который стоит с телефона. Я сейчас всех уберу на пальчике, за тебя. Поняла? На хуй отсюда пошли. Давайте, давайте отсюда. Девочка это или мальчик, я уверен, что для Кузнецова никакой разницы нет. Потому что он может ругаться с админом стадиона Денисом и может ругаться с той же девочкой. Раду, послушай, ребят, дайте, послушай, посмотри, у тебя видео в ватсапе, открой и посмотри. Я посмотри, иди на хуй. Что будет дальше, мой прогноз, СМИ на бровке не будет. А каждая команда наймет по одному-два человека, которые, в принципе, тот же баланс информации, тот же баланс материалов будут восстанавливать. Это первое. Как вы считаете, должны ли СМИ дальше продолжать бегать рядом с игроками, рядом с тренерами, рядом с президентами, прямо на бровке, рядом со скамейками? Ну и второе, еще одну ситуацию, которую стоит разобрать, это ситуация с тем же Дмитрием Кузнецовым и вратарем Алексом, которого он вот так вот прогнал с поля, расстроив этого Алекса, из-за чего Тига также был недоволен. Так вот, моя реакция здесь тоже проста. В тот момент, когда я хотя бы минимально говорю Антону Сеснину, что нужно поменять, он на меня смотрит и отвечает, тренируй сам и готов отдать свисток и уйти. И я его абсолютно понимаю. Вот с мая где-то, когда ушел Игорь Звездин, до нынешнего момента, я практически не лезу в любые тренерские действия. Практически это значит, что я могу перед игрой сказать, что вот сегодня мы договорились с командой, что выйдет Лиса. И тогда Антон Соснин говорит, окей, хорошо. Я в принципе за, чтобы побольше и медийных ребят, и немедийных участвовали в играх, но не в ущерб, конечно, командному результату, потому что мы все равно играем в футбол. Но когда производится замена вратаря без ведома тренера, когда вратарю о том, что он выходит, сообщает не тренер, или когда другой вратарь уходит с поля и ничего об этом не говорит тренеру, то реакция должна быть именно такой. Потому что нет ничего важнее в футболе, чем дисциплина. Ты можешь быть недоволен, можешь вызвать тренера на разговор, попросить его о разговоре, можешь попросить объяснение, почему ты не выходишь. Может, наконец, получить шанс, но пока тренер тебе не сказался на весь ворот, ничего работать не будет. И если тренер в данной ситуации проявит слабость, не сделает выговор, не будет кричать, ну это как в детстве, значит ничего хорошего, а здесь еще команда из 50 мужиков не будет. Так что в данной ситуации я, наверное, как всегда полностью за Дмитрия Кузнецова. Недопонимание, да, мимо меня прошло. Как будете с этим разграться? Ну, сейчас поговорим, спрошу, что случилось, кто это сказал и откуда это шло, от кого шло, чтобы это больше не повторялось. Ну, и что касается Георгия Тегиева и Дмитрия Кузнецова, я думаю, что проблема просто в том, что они пока не знакомы, но как только они познакомятся, они 100% найдут общий язык. А пока разжигают, как в поп-эммэй. Бля, вообще хочу подойти к их тренеру и, бля, просто телефон ему въебало кинуть. Вот и весь конфликт Тодроз. Ну, а Эрику, не знаю, я бы, наверное, да ничего бы я не советовал Эрику. Он сам понимает, что зря выложил вот эту вот первую часть разговора с Райзеном, что, мол, тот очень расстроен, что Амкал в лиге. Да наклевать Райзен. Это был Егоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok